Иди на природу. Вот меня каждый день после лекции спрашивают, Олег Геннадьевич, а уди курить, что делать? Я говорю, длительное движение, неподвижное положение тела, пост. А, понятно. Потом следующий подходит, Олег Геннадьевич, у меня как бы гастрит, что делать? Длительное движение, неподвижное положение, тело, пост наводить. А, понятно. А если мы, ОМАН, что делать? Длительное движение, неподвижное положение, тело, пост наводить. Ну а полиартилит когда? Я же не могу длительное движение. Ну а если у тебя на ногах полиартилит, руками длительное движение делай. Олег Геннадьевич, а если я не могу бегать, тогда ходи. А если я не могу ходить, тогда ползай. А если я не могу ползать, тогда лежи руками вот так двигай. А если я не могу руками, тогда готовься к земле. Потому что воистину, сначала человек, когда рождается, что начинает делать? Двигать руками, ногами, потом начинает ползать, потом начинает ходить, потом начинает бегать. Вот такая последовательность, дорогие мои друзья. Если вы и причем имейте в виду длительное движение. У меня есть одна знакомая, которая была обездвижена. И я ей сказал, слушай, ты можешь легко встать, не надо искать врачей. Надо просто делать длительное движение. Если у тебя двигаются руки, двигай ими 4 часа. Потом будет двигаться дальше, дальше, дальше. И так ты встанешь на ноги. Единственное, кто выживает, это тот, кто хочет жить. Жизнь означает движение. Двигаешь непрерывно длительно 4 часа, доходишь до нервной системы, прорастают нервы. Все. Это тот путь, который человек должен выбрать. Если ты выбираешь как бы меланхолию, мечтут, ну тогда останься без ног, без движения. Все. Принцип жизни. Это касается и не только тех, кто обездвижен, а тех, кто двигается тоже. Понимаете? Но поможет вам вот эта вот возможность. Только люди. Вы не сможете сами выйти на улицу. У вас нет не то, что нет времени, у вас нет сил. Переключить себя нет сил. Заставить молиться нет сил. Заставить выйти на улицу нет сил. Заставить идти в храм нет сил. А если ты не можешь, не наполняешься идти всем, то дальше что происходит? Ты расходуешься, и наступает трещина потом в жизни. Наступает плохой период, муж уходит, с работы выгоняет. Геморрой вылез. Олег Геннадь, что делать? Я не знаю, что теперь делать. Мне надо было раньше что-то делать. Теперь засовывай геморрой назад. А насчет музы уже... Сложно что-то посоветовать. Мужа назад уже не засунешь. Вот. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хорошая песня?